Добрый день, в эфире CBC. Передача «За Каспием» о самых актуальных новостях по ту сторону Каспия расскажем прямо сейчас. Меня зовут Руфат Халафов. В начале выпуска некоторые из главных тем. В рамках организации «Тюрсик Госудас» между странами успешно развивается сотрудничество по различным направлениям. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, растущий день от дня международный авторитет организации подчеркивает необходимость дальнейшего совершенствования деятельности ОТГ. Еще больше в расширении ее функциональных возможностей. Казахстан планирует довести долю возобновляемой энергетики в общем объеме производства электроэнергии до 6% в 2025 году, до 10% к 2030 году. А к 2050 году на ВИЭ должно приходиться не менее половины всего совокупного энергопотребления. За последние 20 лет уровень Каспийского моря снизился на 2,5 метра. Об этом было заявлено в ходе климатической недели, проходящей в Баку. Спикеры отметили, что в связи с этим на различных платформах ведутся активные обсуждения. Проблема обмеления Каспия также будет одной из основных тем на КОП-29, который пройдет в ноябре в Баку. В рамках организации «Тюрстик Государств» между странами успешно развивается сотрудничество по различным направлениям. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на неформальном заседании Совета министров иностранных дел Организации «Тюрстик Государств». Байрамов выразил гордость тем, что 15-е годовщину подписания Нахчеванского соглашения учителя на документы Организации является свидетелем углубления сотрудничества между тюркоязычными государствами, дальнейшего укрепления связи между народами, увеличения стратегического значения ОТГ на международной арене. Он отметил, что нынешняя динамика развития Организации и ее растущий день ото дня международный авторитет подчеркивает необходимость дальнейшего совершенствования деятельности ОТГ, еще большего расширения ее функциональных возможностей. Увеличение количества ежегодных саммитов с одного до двух создало важную платформу для обсуждения возможностей сотрудничества в рамках Организации. С проведением в этом году неформального саммита Организации в городе Шуша сотрудничество в рамках ОТГ получило новый импульс. В то же время большое историческое значение для тюркского мира представляет принятие Карабахской декларации. Азербайджан придает особое значение деятельности Тюркпа, Тюрксой, Тюркской академии, Тюркского фонда культуры и наследия и Тюркского инвестиционного фонда, которые осуществляют деятельность в координации с ОТГ. Особо хотелось бы отметить успешное завершение работы по созданию общего алфавита по инициативе Тюркской академии. Новый общий тюркский алфавит, который был официально принят 11 сентября 2024 года, значительно расширит сотрудничество между тюркскими странами. В тени геополитических бурь зарождается новый союз, способный изменить энергетический ландшафт Европы. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан – страны, богатые природными ресурсами и амбициозными планами, объединяют усилия для экспорта зеленой энергии в Европу. Подробнее поговорим с гостем на прямой связи со студией, старший преподаватель Казахского университета технологии и бизнеса Сапарбай Жубаев. Господин Жубаев, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Сегодня в этой сфере страны достаточно активно сотрудничают. Как сильно удалось уже продвинуться и какие препятствия сторонам еще предстоит преодолеть? Ну, когда мы говорим о каких-то успехах, естественно, мы вспоминаем экспо 2017, который был в Астане, и где все страны, не только тюркского мира, но все страны посмотрели, какие есть возможности и что делается, и в будущем что можно сделать, что перейти на возобновляемые источники энергии, ну, зеленую энергетику. Естественно, очень интересный момент такой, что основные страны тюркского мира, это Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Туркменистан богаты углеродным источником. И вот инициатива именно из Казахстана, а потом в этом году будет СОП-29 в Азербайджане, они показывают, что даже те страны, у кого есть огромные ресурсы углеродных ископаемых, они тоже проявляют инициативу по выполнению решений ООН, там Парижской конференции, Киотской конференции, еще вот в прошлом году, по-моему, в Дубае было конференции, чтобы к 2050 году довести до углеродной нейтральности. Ну и, конечно, это будет очень сложно. Вот вы сейчас, впереди была маленькая информация, что Казахстан к 2025 году собирается на 6% довести от зеленую энергетику. Поэтому мы, когда все страны приняли 2050, чтобы углеродной нейтральности, Казахстан взял обязательство к 2060 году, потому что это очень сложно. Ну, сложности какие? Я думаю, что тюркский мир в этом вопросе, наверное, будет поддерживать инициативу ООН. И здесь мы надеемся на то, что европейские страны заинтересованы сотрудничеством с центрально-азиатскими, Азербайджаном в решении вопроса и инвестиций к зеленой экономике. Ну, господин Жубайков, вы напомнили о планах Казахстана, о введении доли возобновленной энергетики, Напомнили о планах на 2025 год, также упомянули 2030, 2050 и 60 год. Ну, вот планы достаточно, на самом деле, амбициозные. И если говорить о реализации этих планов, то какие меры уже предпринимает Казахстан и какие собирается предпринимать? Ну, меры какие? В первую очередь, я вот сказал, когда мы Экспо-2017 провели и показали, какие именно вопросы мы решаем. Особенно это ветряные, солнечные и гидроэлектростанции, которые традиционные, да? Ну, некоторые страны показывали свои, там, геотермальные, биомассы. Ну, это, конечно, хорошо, но я думаю, что для наших стран это будет очень мизерное. А вот солнечные и гидравлические и ветряные уже в Центральной Азии очень развиваются. Я имею в виду Казахстан, Узбекистан, там, Туркменистан, уже некоторые. Вот Узбекистан уже к зеленой энергетике перешел уже 15%. Очень хорошо развивается солнечный, потому что это солнечный Узбекистан, и юг Казахстана солнечный. В этом вопросе уже добились хороших результатов. Гидроэлектроэнергию у нас в Киргизии очень хорошо развита была и раньше. И сейчас Токтагулский ГЕС и другие гидроэлектростанции на горных реках будут построены. Но Казахстану остается, ну, и те, которые я перечислил, там, солнечные, ветряные гидроэлектростанции тоже будут развиты, но они не могут быть больше 30%. Поэтому мы переходим к атомной электростанциям. 6 октября будет у нас референдум, и я надеюсь, что народ поддержит нашу инициативу правительства. Узбекистан уже начал строить, уже проектные работы почти завершены по строительству атомной электростанции. И, наверное, это уже новые технологии. Я надеюсь, что надежный и безопасный мирный атом будет работать на развитие экономики Центральной Азии и Тюркского мира. Здесь я хочу еще раз повториться. Мы будем очень тесно сотрудничать с европейскими странами. И то, что через Кавказ выходим на Европу, и связи наши все инвестиционные, логистические, транспортные идут через Азербайджан, Азербайджан имеет очень большое влияние и покажет нам пример в развитии зеленой энергетики. Как раз говоря об этом сотрудничестве, господин Жибаев, мы знаем, что эти источники энергии, которые подставляются в Европу, они открывают очень новые возможности для экономического сотрудничества между странами-участницами. Как будут развиваться именно экономические отношения между странами в будущем? Что тут можно сказать? Если мы сейчас ограничимся организацией туркских государств, тогда экономическое сотрудничество сейчас идет очень, я думаю, в хорошем отношении. Хотя бы взять логистику, транспортные вопросы. В связи с геополитикой, вот север Россия под санкциями, юг Иран тоже под санкциями, и нам остается только серединный путь. Это через Каспий, через Кавказ. И в этом отношении вот эти тюркские страны очень активно друг другу помогают, и мы выходим в Европу. Вот это сотрудничество в транспортном отрасли, да, она приводит и увеличению товарообмена, увеличению услугами, торговлеуслугами, и увеличению культурных и других связей. Я думаю, что наша общая история, которая была в середине века, в средние века, да, шоковый путь, она возродилась, можно сказать, возродилась. Остается его увеличить, чтобы всем как бы хватало нашим потребностям, а потребности у нас огромные. Например, есть возможности даже электричество экспортировать в Европу через наши Центральные Азиатские Республики. Узбекистан и Казахстан с Европой подписали меморандум о том, чтобы мы в скорых будущем, когда построим атомные электростанции, мы будем экспортировать электроэнергию в Европу. Еще дальше будем экспортировать вместо дизеля, вместо бензина, водород будем производить и экспортировать. Это все будет через Кавказский, через Азербайджан. И вот это сотрудничество, оно как бы единое, но я думаю, у нас есть еще возможности еще больше развивать. Например, отменить таможенные пошлины, отменить движение капитала без каких-либо ограничений. Ну, естественно, сейчас у нас рабочие силы, там люди свободно перемещаются, это уже большой успех. Культурные связи хорошие, вот и единый алфавит, мы гордимся, что у нас будет единый алфавит у всех стран. Конечно, есть трудности, но я думаю, что экономическое сотрудничество должно развиваться еще быстрее. Спасибо, господин Жубаев, за подключение. За ваши ответы на прямую связь со студии был старший преподаватель Казахского университета технологии и бизнеса Сапарбай Жубаев. До свидания. На 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата будет выдвинута инициатива озеленения среднего коридора. Об этом говорили на Черноморско-Каспийском форуме, который недавно прошел в Баку. Эксперты уверены, что это повысит устойчивость транскаспийского маршрута. Основной акцент будет сделан на уменьшении углеродного следа и оценке снижения выбросов парниковых газов. Это поможет превратить данный транспортный маршрут в экологически чистый. Каким именно образом можно превратить средний коридор в зеленый проект, нам рассказал эксперт. Естественно, когда мы говорим о зеленении среднего коридора, разговор идет не только о посадке деревьев вдоль дорог и что-то и по-потому. Прежде всего, это использование транспортных средств, отвечающих экологическим требованиям. Мы знаем, что сейчас большая часть локомотивного состава, это больше связано с дизельным топливом, что, естественно, наносит ущерб экологии окружающей среды, Китая, Казахстану, Узбекистану и Азербайджану в том числе. Поэтому поставлен вопрос об использовании электрической тяги, электротяги. И вот здесь возникает вопрос об использовании, то есть переводе всего этого подвесного состава на электротяги. А здесь уже нужны инвестиции. И вот уже, как бы скажем, определенные работы в этом направлении ведутся. Первый – это участок Бакут-Пелесикарса, это Атуджара до Берекаси, уже работает такая ветка, работающая на закупленные электровозы. Но это небольшое количество по сравнению с тем, что если мы говорим о тройном, практически более чем тройном увеличении товарооборота, это потребует значительных инвестиций. И как всех стран-участников этого процесса, и, соответственно, вот этот процесс, эти вот инвестиции, которые, естественно, будут окупаться, конечно, в определенное долгое время, но это даст возможность решения очень многих экологических вопросов. Другим новостям. С участием военнослужащих Азербайджана и Узбекистана проходят совместные тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Мастерство-2024». В учениях, которые стартовали в Центре военных игр Института военного управления, задействованы более 100 военнослужащих обеих стран. Основной целью проведения учения является совершенствование взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений армии Азербайджана и Узбекистана, развитие навыков, принятие командирами оперативных подразделений военных решений, их инициативности и управленческих навыков. Военное учение «Мастерство-2024» продлятся до 6 октября. Железнодорожная магистраль Китай, Кыргызстан, Узбекистан после ввода в эксплуатацию станет частью Евразийского транспортного каркаса. Об этом заявил председатель правления Николай Подгузов. По его словам, ряд стран-участниц банка считают его приоритетным и в будущем он может повлиять на транспортную ситуацию в Центральной Азии. По его словам, рост количества связанных между собой маршрутов, будь то железные или автомобильные дороги, пропорционально повышает экономические эффекты для региона, именно благодаря стыковочным пунктам. Большое значение в этой связи будет иметь стыковка этой магистрали с другими железнодорожными маршрутами в Центральной Азии, в том числе с проектируемым трансафганским коридором. Эти сопряжения создадут новые транспортно-логистические возможности для стран Центральной Азии, в том числе для развития торговли с Азербайджаном, Турцией и странами Южной Азии. Кроме того, это позволит в дальнейшем развивать сопутствующую инфраструктуру, например, логистические центры, хабы. Остремление Кыргызстана, Узбекистана и Китая реализовать этот проект ещё раз подтверждает обозначенный ЕАБР, ранее тренд на дополнение коридоров и маршрутов «Восток-Запад» и «Север-Юг», проходящих по территории Центральной Азии, что способствует превращению региона в перекрёсток торговых путей, соединяющих Азию, Европу и Ближний Восток. Климатический кризис больше не является далёкой угрозой. Об этом было заявлено на международной конференции в рамках «Недели действий по климату в Баку». Это мероприятие ляжет в основу климатической повестки дня в преддверии КОП-29 в Баку в ноябре. Участники встречи отметили, что в рамках КОП-29 в Баку соберётся климатическое сообщество. Данное событие, по словам спикеров, направлено на усиление амбиций и принятие конкретных мер для преодоления климатического кризиса, реализовать которое в одиночку просто невозможно. Здесь необходимы инновации, знания и приверженность всех заинтересованных сторон, от бизнеса и гражданского общества до городов и академических институтов. Пакинская климатическая неделя – это призыв к действию в пространство, где диалог переходит в реальные стратегии, а стратегии стимулируют долгосрочные изменения. Также в ходе конференции было отмечено, что на предстоящей в Баку 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата одной из ключевых тем для обсуждения станет проблема обмеления Каспийского моря. Основной темой мероприятия станет климатическое финансирование. В рамках одной из панельных дискуссий будут обсуждаться проблемы, связанные с Каспием. Участники рассмотрят меры, необходимые для адаптации к неизбежному снижению уровня моря. За последние 20 лет уровень Каспийского моря снизился на 2,5 метра. В связи с этим на различных платформах ведутся активные обсуждения. За последние 30 лет водные ресурсы Азербайджана сократились более чем на 15%. Прогнозы также вызывают беспокойство экспертов. По самым оптимистичным оценкам, в 2050 году водные ресурсы сократятся еще на 15-20%. Ну а подробности расскажет моя коллега Паридуна Малева, которая отслеживает работу Международной климатической конференции. Здравствуй, Пари. Пруфат, здравствуй. Приветствую наших телезрителей. В столице Азербайджана, городе Баку, вот уже второй день продолжает свою работу Международная климатическая конференция, которая проходит в рамках Бакинской климатической недели. Съемочная группа CBC находится в центре Гейдара Алиева и сегодня проходит второй день мероприятия. И тема сегодняшней конференции «Водные проблемы продовольствия, сельское хозяйство». Как отмечают участники конференции, одна из ключевых задач, которую человечеству предстоит решать в 21 веке, связана с преодолением негативных последствий глобального изменения климата. Мир сталкивается с повышением средней температуры, изменением сезонов и учащением экстремальных погодных явлений. Климатический кризис и его последствия, являющиеся общей проблемой человечества, препятствуют устойчивому развитию и благосостоянию стран и их граждан. И этот негатив весьма ощутим и в регионе Южного Кавказа. Азербайджан тоже столкнулся с характерными для региона последствиями изменения климата, эрозией почв и засухой, лесными пожарами, таянием ледников и сокращением водных ресурсов, а также снижением уровня Каспийского моря. Также отдельным особняком состоит проблема, связанная с Каспийским морем. Именно то, каким образом мы поддерживаем биодайверсити, то есть биологическое разнообразие Каспийского моря, также проблема, связанная с его обмелением, то есть как мы собираемся это останавливать, потому что обмеление Каспийского моря напрямую влияет на все, и на биологическое разнообразие, и на качество нашего судоходства, и так далее, и так далее. Все эти вопросы достаточно широко рассматривались в течение сегодняшней утренней сессии. Мы слышали то, что сказал представитель Министерства сельского хозяйства, те меры, которые предпринимают, они разнообразны, в основном, опять же, вокруг решения проблем нехватки воды и его доставления, скажем, по адресату, то есть работа с фермерами, каким образом они обеспечивают те потребности, которые у них есть, и так далее. И другая проблема, которая тоже была указана, опять же, это связано с почвой, то есть эрозия почвы, которая происходит во многих наших регионах, к сожалению, каким образом ее остановить, и, соответственно, каким образом можно будет фермерам помогать. Также господин Джафарды сказал про очень несколько интересных таких обратной связи, которая создана между министерством и фермерами. Я думаю, что это прекрасная инициатива, которую однозначно надо будет, наверное, внедрять в остальных министерствах. То есть таким образом, что фермеры, независимо от их размера и так далее, имеют возможность напрямую выходить на министерства и как бы обсуждать с ними их насущные проблемы и дела. А я отмечу, коллеги, что сегодня в рамках «Бакинская климатическая неделя» второй день уже около 700 представителей из разных стран мира, в том числе экспертов и в области устойчивого развития и политиков, представителей частного сектора и гражданского общества собрались вместе, чтобы рассмотреть адаптируемые решения в области климата и ускорить их применение. Руфат, у меня на этом все. Тебе слово. Спасибо, Пиаре, Пиаредина Малева рассказала подробности о международной климатической конференции в Баку. Но мы продолжаем наш выпуск. В Казахстане завершились публичные обсуждения строительства АЭС. В стране уже в самом разгаре находится агитационная кампания к референдуму, после которого станет известно, построить ли атомную электростанцию в стране или нет. Он назначен на 6 октября. Что по этому поводу думают эксперты, расскажет Ратмир Ибраев. Планы по строительству АЭС в Казахстане вызвали широкий общественный резонанс, особенно в вопросах безопасности и экологии. Эксперты отрасли отмечают, что современные атомные станции оснащены надёжными системами безопасности, а потребление воды для их охлаждения не превысит установленных норм. Главным аргументом за строительство АЭС в Казахстане специалисты назвали дефицит электроэнергии. К 2030 году страна может столкнуться с колоссальной нехваткой ресурса. Другие утверждают, что эту проблему АЭС не решит. Потому что речь ведёт о дефиците энергомощности 14-17, цифры разные, 20 гигаватт. Здесь идёт о строительстве. Речь велась о строительстве всего лишь 2-4 гигаватта. То есть это малая часть. Но она нужна в качестве базовой. Казахстан относится к тем странам, которые сейчас находятся в рассмотрении целесообразности развития атомной энергетики в стране. Несмотря на то, что, конечно, в советское время у нас и был построен реактор на быстрых нейтронах, и сейчас у нас эксплуатируются исследовательские реакторы. Но как таковое мы после распада Советского Союза мы сейчас как раз и задумываемся, нужна ли нам атомная энергетика. Для строительства АЭС в Казахстане намерены использовать реакторы нового поколения. Отличительная черта таких технологий – уникальная система безопасности, позволяющая избежать крупной аварии. Поэтому некоторые эксперты поспешили развеять опасения казахстанцев. Все эти аварии Тримейл, Айленд, Чернобыль, Фукусима случились с реакторами второго поколения. Когда все это произошло, мировая научная общественность и атомные отрасли, это все заставило их просто кардинально пересмотреть подходы к безопасности. В настоящий момент реактор, который предлагает строить все это поколение 3,3+, где учтены все эти инциденты, проанализированы все возможные причины и следствия, все, что может привести к этой аварии. И в настоящий момент реакторы имеют и пассивные, и активные системы безопасности. По данным МАГАТЭ, в настоящее время в 31 стране мира эксплуатируется больше 400 ядерных энергоблоков. Самый большой парк АЭС принадлежит США. Атомная энергетика будет играть важную роль для государств, стремящихся к целям устойчивого развития. Казахстан не исключение, поскольку тоже намерен сократить вредные выбросы в атмосферу. По данным ООН, такие обязательства на себя взяли больше 60 стран. «Лучше всегда иметь микс из нескольких форм источников энергии. Многие страны сегодня производят электричество, используя воду. Можно отойти от нефти и газа и внедрить атомную энергию, а также возобновляемые источники. Поэтому атомная энергия будет играть важную роль в следующие 40-50 лет. В том числе для устойчивого развития стран для уменьшения выбросов углекислого газа. Без атомной энергии нельзя достичь цели устойчивого развития, а без неё нельзя снизить выбросы СО2». Сейчас в мире строится 59 атомных электростанций. Возводятся они преимущественно в странах с развитой экономикой. В Казахстане же из десятков проектов АЭС выбрали четыре. В шорт-лист потенциальных поставщиков ядерных технологий вошли Китай, Южная Корея, Россия и Франция. В случае одобрения АЭС планирует построить до 2035 года. На проект будет выделено предварительно 10 миллиардов долларов. Азербайджан на протяжении веков демонстрировал приверженность традициям мультикультурализма, будучи пространством, объединяющим различные культуры. Об этом было заявлено на встрече участников 15-й международной школы мультикультурализма с академиком, предстоитателем Победительского совета Камалом Авдулой и исполнителем директором Бакинского международного центра мультикультурализма и Раваном Гасановым. Особое значение для популяризации и пропаганды азербайджанской модели мультикультурализма имеют зимние и летние школы, в которых принимают участие десятки лучших студентов из самых пильдовых университетов мира, отметили выступавшие. Ранее участники школы побывали на освобожденных территориях Азербайджана, где состоялись различные тематические мероприятия. Нарубежные гости отметили, что высоко оценили уровень гостеприимства и толерантности азербайджанского народа. Они также поблагодарили за возможность принять участие в международной школе мультикультурализма, подчеркнув, что такие платформы укрепляют связи между странами. В 15-й международной школе мультикультурализма принимали участие около 30 студентов из 15 стран. Я социолог, как раз таки изучаю общество. В целом мы в Азербайджане посетили города Баку, Лачан, Агдам и Шуша. Нам очень понравилось, и я узнала много общего и много всего о мультикультурализме Азербайджана. Все эти дни были очень насыщены. В каждом городе у нас был лектор, который в целом объяснял о мультикультурализме именно Азербайджана. И действительно, для дальнейшей, так скажем, моей работы это очень было полезно, именно изучать мультикультурализм. Поэтому я очень благодарна организаторам. Спасибо большое. Это мой первый визит именно в Азербайджан. И я очень рада, что узнала именно с этой стороны. Это были все актуальные новости по ту сторону Каспия. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин